Подведем итоги минувшей недели в Акмолинской области. Самые высокие резервы зерна именно в нашем регионе. На элеваторы засыпано свыше 2 миллионов тонн зерна. Аграрий уверяет, что оно прекрасного качества. В районе Биржанцао назначен новый Аким. По согласованию с администрацией президента РК и согласия депутатов районного Маслихата им стал Ежанов Достомбек Берикович. Становится уже традиционным выдвижение на руководящей должности специалистов, прошедших работу в организационно-контрольном отделе аппарата Акима области. Многие выходцы из ОРК-дела стали руководителями аппаратов Акимов городов и районов. Однако назначение на должность руководителя района, то есть в основе своей на хозяйственную работу, наблюдается впервые. Опасный мост в Шортандинском районе возмутил казахстанцев. В Казнете появилось видео шаткового моста. Принято решение о временном ограничении дорожного движения по данному путепроводу. Выявленные дефекты пообещали устранить в кратчайшие сроки. Полицейские проводили в последний путь трагически погибших при выполнении служебных обязанностей коллег. Похороны капитана полиции Каната Хамедулина и капитана полиции Каната Уторбаева прошли 16 октября в Щучинске. Карантин ужесточили в Акмолинской области. Данные меры не по душе предпринимателям и другим категориям населения. Однако постановление главного санитарного врача уже вступило в силу и будет действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в регионе не улучшится. В Бурабае откроется отель мирового класса. Там реализуют один из крупных инвестиционных проектов строительства девятиэтажного отеля Американской Сети на первой береговой линии озера Боровой. Плановые учебные тренировки с передвижением военной техники будут проходить в Кокшетау до 23 октября. Областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом просит горожан с пониманием отнестись к учебным тренировкам и не распространять информацию, не соответствующую действительности. Антикоррупционная служба по Акмолинской области проводит досудебное расследование в отношении заместителя Акима района и руководителя отдела архитектуры и градостроительства одного из районов области по подозрению в получении взятки группа лиц по предварительному сговору, какой район пока еще не сообщается. Продолжение следует...